Всем привет! Меня зовут Степан, я из компании Урбика. У меня довольно странный доклад о том, как мы с компанией ездили на конференцию Locate. Кто-нибудь знает вообще про конференцию Locate, которая прошла не так давно один человек, два человека с половиной. Хорошо. Про Mabox кто-нибудь знает, да? Слушали? Уже лучше, хорошо. В общем, Mabox 30-31 мая проводили в Сан-Франциско конференцию Locate, которая была посвящена современным технологиям в области информационных систем, куда они пригласили много разных компаний, которые рассказывали о каких-то своих анонсах, анонсах каких-то новых продуктов. Вот я вам примерно расскажу про то, что интересного было на этой конференции из того, что мне запомнилось. Во-первых, Mabox с Foursquare анонсировали, что они собрали, если не ошибаюсь, 105 миллионов новых POI и добавили их в OSM. Ну, точнее, в ту версию OSM, которая приглашается Mabox. Эти данные были собраны на основе 15 миллиардов чекинов в Foursquare. Они были обработаны с помощью алгоритмов машинного обучения и добавлены в OSM. То есть Mabox с Foursquare они очень рады, как бы это с большой компой анонсировали. Потом Mabox также анонсировал свое партнерство с компанией Mobileye. Это израильский хай-тек стартап, который занимается тем, что делают системы для бесплодных автомобилей, на которых они обучают машинный интеллект для того, чтобы бесплодные автомобили могли безопасно ездить. То есть это специальные такие защитные как бы системы, которые позволяют нам не вредаться в столб, там смотрят на трафик, смотрят на разные знаки, которые размечены на дороге и пытаются как-то скорректировать поведение бесплодных автомобилей. Mabox представил такую систему как HD Vector Tiles. На самом деле это те же самые векторные тайлы, которые уже сейчас есть, но это первый коммерческий их партнер Mobileye, который как раз купил подписку на эти тайлы, в которых чуть ли не в реал тайме обновляются данные по трафику. Также собираются с разных агентов, то есть тех машин бесплодных, которые ездят по дороге, собираются информации о дорожной ситуации, собираются информации о том, какие знаки здесь стоят, как правильно едем. И за счет того, что векторные тайлы оптимизированы под маленький объем и под очень большую точность, это дает довольно хороший результат. То есть они даже говорят, что это миллиметр пресижен вектор тайлс. Вот так. Дальше. Из крупных анонсов Mabox анонсировал в партнерстве с Microsoft свой Vision SDK. Это как раз одна из тех частей, которые, по-моему, в том числе используются в Mobileye. Это система, которая позволяет анализировать с видеокамеры, с видеорегистратора, либо с мобильного телефона положение ситуации на дороге. То есть это также будет использоваться в беспилотных автомобилях. Вот так вот примерно выглядят скриншоты из какой-то прототипной версии. Окей. Дальше поехали. Тоже очень много было анонсов по поводу ART. Они сделали большую ставку на дополнительную реальность, на систему ART. И они анонсировали три своих продукта под общим названием Native ART. Это React Native AR, биндинги, это Unity ART, и это Apple ScentKip ART. Чуть подробнее про каждый Apple ScentKip SDKT. Это опенсорсная библиотека, которая позволяет добавлять в Apple ScentKip какие-то трехмерные объекты, например, скрой-карты рельефа, например. Вот это скриншот из какого-то приложения, где можно добавить в приложение рельеф и его отображать, например, на столе и где-то в других местах. У Mabox на конференции было свое отдельное приложение, куда они добавили в превьюм вот этой реализации со тысячи. То есть можно было ходить по конференции, где-нибудь на пол, там добавить рельеф, можно было зумить, ходить вокруг него, смотреть. Как-то выглядит, очень прикольно, довольно быстро работает. Это все реализовано на Apple ScentKip, то есть Apple для 12 и 11 OS, по-моему, презентовал. Это работает на OpenGL и на Metal, на новой приморке от Apple. Дальше. Ну, так примерно выглядит ход, например, я уже не вижу, но довольно просто можно добавить, например, харту PowerWays, вы увидите здесь. Дальше Mabox анонсировал React Native и RSDK. React Native — это кроссплатформное решение для создания приложений для iOS и Android в церемонологии React. То есть можно писать приложение, которое выглядит как обычное React-приложение, это, по сути, JavaScript. И это приложение можно скомпирировать в нативное приложение под iOS и под Android. И под Windows Phone еще, по-моему, нажимать. И они анонсировали также расширение для React Native, которое позволяет ваше мобильное приложение добавить карту. Можно добавить также какой-то цифровый рельеф в вашу сцену. И это довольно очень просто работает. То есть там был целый воркшоп по тому, как это выглядит. К сожалению, еще пока не вышли видео с лекцией. То есть мы их все ждем, но пока нет. Я пока так, поэтому рассказываю, что там будет. Дальше. Еще Mabox рассказал больше про Maps SDK for Unity. Этот фреймворк уже был анонсирован ранее, но они больше про него рассказали. Это целый фреймворк построен на Unity, который позволяет вам добавлять данные из реального мира, которые собирает Mapbox в ваш Unity проект. Unity используется для разработки игр, там можно делать очень классные визуализации, можно накладывать текстуры на здание, допустим, вот это вот собрано в Unity, и вот это реальное издание из реального мира, на которое наложено определенные текстуры. Можно много всякого делать на Unity, это очень классная штука. Вот все ссылки можно на Mabox.com.br смотреть. Там есть и демо, есть и примеры, весь код открыт лежит на GitHub в Mabox, то есть все три SDK, они доступны, свободны, уже сейчас можно этим пользоваться. Далее еще очень крупный анонс. Mabox совместно с Uber анонсировали такой tool CapRGL. Кто не слышал? Не слышал? О, вот народ слышал. Да, это очень довольно классная штука, с большой помпой она была в Twitter анонсирована в блоге Mabox. Это такой Toolbox, который позволяет вам быстро посмотреть данные, как их визуализировать. Там есть классный слайдер, по которому можно смотреть, как эти данные меняются во времени, можно пускать визуализации, где показываются изменения ваших данных во времени. Это похоже на Mabox Studio немного, потому что там можно настраивать стилизацию, можно настраивать внешний вид ваших слоев. и еще это немного похоже на geogson.io. Если помните, этот проект туда просто можно кидать geogson и посмотреть, как данные выглядят. Вот это такая помощь, то есть туда можно загрузить ваш geogson, шипы, по-моему, еще что-то можно загружать, и настроить стиль и посмотреть, как это выглядит. Это очень классная штука. Она, к сожалению, работает только в браузере, то есть вся обработка в процессе ваших данных происходит в браузере. То есть туда уже не загрузишь большой объем даток, там ограничение, не знаю, гигабайтов 250, по-моему, уже. Если geogson большое загружать, то он начинает тормозить. Вот так, например, интерфейс выглядит. У меня тут видео было когда-то. Ну, потом можете зайти на сайт Kepler.GL, посмотреть. Вот так вот про сайты данные, и потом уже. Вот. Еще очень классная штука в Kepler.GL. Они добавили совместно с Mapbox возможность добавлять кастомную 3D-графику в вашу карту на Mapbox.GL.js. Mapbox анонсировал, что этим летом они откроют в публичном доступе кастом-лэйер API. Это новая API, которая будет присутствовать в Mapbox.GL.js, которая позволяет вам получить доступ до WebGL-контекста, с помощью которого вы можете рисовать что-то на карте самостоятельно. То есть сейчас этот контекст у нас скрыт, и у вас нет простого способа как-то изменять отображение данных на карте, либо как-то их сложно визуализировать. Когда будет доступен кастом-лэйер API, у вас будет этот доступ, и вы сможете уже добавлять какие-то сложные визуализации. Можно добавлять там уже будет 3D-рельеев, какие-то сложные анимации, анимации во времени. То есть у вас будет полный доступ до графической подсистемы Mapbox.GL.js, и это очень будет хорошо работать за счет того, что у вас не будет переключения контекста между внешним и внутренним контекстом карты, и это будет быстро работать и красиво перепроизводить. Вот там было тоже видео. Это на карте Mapbox.GL.js. Наложен 3D-модель какой-то из ракет SpaceX. Был запуск недавно, вот это она. То есть там можно прямо анимацию делать, как ракета взлетает. Классная штука, советую зайдите посмотреть. Так, еще анонс очень классный. Mapbox.GL. Нарисфировали такую штуку, как FeatureState. Кто-нибудь пишет вообще карты на Mapbox.GL? Так, хорошо. Два человека. Ну, в общем, FeatureState позволяет вам добавлять к объектам на карте определенное состояние. То есть этого раньше не было, а сейчас есть, и это очень классно. Потому что это позволяет вам правильно стилизовать, удобно стилизовать разные взаимодействия пользования с картой. То есть, допустим, он навел курсор на какой-то объект на карте. Вы из API Mapbox.GL можете сказать, что у этой Feature теперь статус типа Hover. То есть, когда на него найден курсор. И они также добавили expression в Mapbox.GL, который позволяет вам на основе этого состояния накладывать разные стили на эти объекты. То есть это тоже очень удобно, этого очень не хватало. Сейчас мы это анонсировали, добавили, и это уже доступно в среднем рейте. Так, еще там был разговор про векторные тайлы третьей версии. Еще до конференции было анонсировано о том, что будет вестись разработка новой версии спецификации векторных тайлов. И сейчас всех пользователей приглашают к обсуждению на GitHub. На GitHub Mapbox VectorTileSpec есть issue по тегу VectorTileState, по которым вы можете вносить какие-то предложения, чтобы без спецификации обсуждать их. Все разработчики открыты и нужно с ними общаться. То есть сейчас ведутся обсуждения о том, можно ли делать рендер векторных тайлов без буферов, можно ли добавлять 3D-объекты в векторные тайлы, можно ли как-то добавить туда шейдер или что-то еще такого. Вот это все можно там обсуждать. Эта третья версия говорит о том, что возможно будут какие-то обратно несовместные изменения со второй версией, но разработчики заверяют, что по-прежнему и главной целью является минимальный объем векторных тайлов и их производительность. Ну и под конец на конференции было довольно интересное мероприятие Donkey Car Racing, когда на протяжении двух дней разные люди собирали вот такие вот машинки, на которые были загружены Arduino, если не ошибаюсь, и где было на последний день устроено соревнование между этими разработчиками. Там всего было три типа машин, кое-кто пилил датчики, которые смотрели о том, как по дороге размечены, как размечена дорога на земле, они собирали эту информацию и машинный интеллект строил маршрут по кругу. А еще была машинка, которая была оборудована GPS, там был очень хороший GPS, который должен был вести машину вдоль маршрута правильно. И были обычные люди, которые на пути управления вели эти машины, это очень прикольно выглядело, если будет видео, можете тоже посмотреть, это очень интересно. В принципе у меня все. Это все, что мне запомнилось. Помимо этого там было очень много интересных докладов, было много оркшопов, лекций, интересные какие-то обсуждения об индустрии и прочем. Поэтому я жду, когда будут доступны видео и всем рекомендую посмотреть эти классные конференции. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? А кто победил в итоге в машинках? Кто победил? Какая машинка победила? Сенсоры победили, сенсоры. То есть машинка собирала информацию в окружающей среде и на ней обучали модель машинного обучения, и она правильно вела. Но это очень смешно выглядело, потому что они врезали друг в друга, они бывало закручивались. Была очень большая проблема в том, чтобы правильно въехать в поворот. То есть большинство моделей, они либо зацикливались вокруг этого поворота и катались кругами, либо делали слишком большую дугу, и потом выезжали к зрителям, либо еще что-то. Ну, в общем, это забавно вроде бы дело. Учитывая, что там еще киво бесплатно было. Так вот. Насчет feature state. Мне просто интересно. Эта штука, она работает только с датасетами mockbox? Или я могу использовать свой собственный датасет? Например, у меня есть GeoJSON. Я понял. Да, можно использовать собственный датасет, но очень важное замечание. Feature state работает только в том случае, если у тебя в GeoJSON проставлен ID-шник фичи. То есть, если помнишь в спецификации, есть ID-шник у самой фичи. Это не property, а именно ID-шник на верхнем уровне, там, где у тебя type хранится и properties. Вот если у тебя есть такой ID-шник, ты можешь вызвать у карты метод setFatureState, который ты передаешь source, ID-шник source, ID-шник фичи и, собственно говоря, объект, который представляет state. Тогда это будет работать. К сожалению, еще они все поддерживают отдачу ID-шников в фичи. То есть, map-ник это умеет делать, но пазмисовые ST с MBT еще не умеют этого делать. К сожалению, поэтому это не во всем совсем может работать. Ну, по идее, topsoft, который может отдавать векторные тайлы по Mapbox-овской спецификации, то есть MBT-шник, например, за GeoServer. Они, интересно, будут с ними работать или нет? Если по фичи в векторном тайле есть ID, то да, это будет работать. Если нет, то нет. Еще хотел узнать, HD Vector Tiles, это вообще что за штука и почему они гордятся такой точностью? Ведь они же используют данные OpenStreetMap, которые не гарантируют такую точность. Да, под ATP Vector Tiles, если я правильно понимаю, они говорят как раз о маркетинговой штуке, как раз для Mobileye. То есть, они миллиметров пресижены за счет того, что очень много данных получено по всем агентам, которые ездили по дороге. И за счет этого они точно знают, куда правильно ехать. То есть, по сути, стандарт тот же самый. Спасибо. А довелось с фичер стейтом немножко покопаться и посмотреть на перформансы? Да. То есть, жизнь стала сильно лучше? Да, жизнь стала сильно лучше. У нас в компании есть блог, блог Рубики. И я там буквально на прошлой неделе опубликовал пост, где показываю, как работать с фичер стейтом. Я это сделал на примере, на самом деле, самого большого датасета. Это датасет нью-йоркского сетибайка. Я собираю все данные и из базы на изменения пользователям слайдера подгружаю JSON с значениями по загруженности станций. И, если я не ошибаюсь, там порядка тысячи станций, я сейчас не могу сказать точно, но это довольно быстро работает. То есть, я прохожусь, по сути, в цикле по всем фичам и каждой фичи проставляю стейт. И у меня написан стиль, который разным цветом красит станции по разным загруженностям. Но это все равно довольно быстро работает. Если у вас нет прям анимаций плавных, если вам это не нужно, то это будет работать. Это скорее стейт нужен для пользовательского года, чем для плавных анимаций для больших датасетов. Но с этим стало жить гораздо лучше. Это гораздо круче, чем добавлять новый слой, куда класть новую фич, либо фильтровать фич в слое. То есть, это гораздо лучше. Зайдите блог. Спасибо. В новости про Mapbox и Foursquare было упомянуто, что они залили очень много боев в какую-то отдельную версию OpenStreetMap от Mapbox. То есть вообще Zed версия такая? Ну, я точно не могу сказать, но надо посмотреть на докладе внимательно. Потому что они говорили о том, что они собрали на основе миллиардов чекинов, 105, если я ошибаюсь, миллионов точек и их куда-то добавили. То есть они их в кое собрали и добавили в Mapbox. Если я правильно понимаю, то это не факт, что они попали в основную версию OSM. То есть они могли это хранить как отдельный датасет и подмешивать в тайгу. Ну, то есть это просто не OSM, а какая-то база у Mapbox. То есть просто было сказано, что это какая-то отдельная версия OpenStreetMap и странно звучало. Да-да-да, я понимаю. Я не совсем, наверное, правильно выразился. Это не отдельная версия, это скорее просто отдельная база у Mapbox, данные из которой они добавляют в свои подложки. Понятно, спасибо. У меня маленькое замечание по поводу Mobilii и Vision SDK. Все-таки Vision SDK и Mobilii — это два разных проекта, но они совершенно не пересекаются. То есть это партнерство, а Vision SDK делается в Минске в Минске в Mapbox. И совершенно много. Если кто будет заезжать к нам в Минск, можно зайти пощупать. Заходите пощупать. У меня вот вопрос по поводу EOS SDK для ReactNet. Как он вообще в Бителе работает? Хорошо? Потому что, когда я читал мониторинг ReactNet, там были очень неоднозначные о нем отзывы, я решил, что не будет лучше будет лезть. Сейчас как ситуация вообще с ReactNet? Да, я видел. В самом приложении, которое было на конференции, как сопроводительное, было реализовано. Оно было полностью написано ReactNet, и там были реализованы вот эти фичи про добавление рельефа в VR окружение. Насчет того, как хорошо это работает. Ну, более-менее. На самом деле, они добавили прослойку поверх библиотеки React Vero, если не ошибаюсь она называется. То есть это библиотека для ReactNet, которая реализует именно AR-слой. То есть AR-сцену. и Mapbox React Native SDK позволяет именно в эту сцену добавить уже какую-то карту, либо цифровую модель рельефа. Ну, в принципе, это работает. Это не крашилось почти разу, ну, раз в два-три, наверное, не крашилось, но как бы более-менее. Я думаю, что это будет развиваться. И, наверное, стоит попробовать посмотреть в каком-то сейчас состоянии. По крайней мере, код доступен. Там есть example. Можно просто скачать этот код, собрать example, посмотреть, насколько быстро, насколько нормально это работает. Спасибо. Еще вопросы? Последний вопрос. Несколько вопросов. По поводу Foursquare. Смотрите, там была какая-то обработка машин в обучении, да? А что они сделали? Они сказали, что они обработали чеки на машину в обучении. Подробности они не сказали. То есть, что это дало непонятно? Ну, это дало... Ну, если я правильно понимаю, они собрали все чекины и прошлись по ним, выделив какие-то конкретные пои. То есть, они сколько-то там миллиардов чекинов сузили до сколько-то миллионов пои. Ну, вероятнее всего, в чекинах могли заведения по-разному называться либо еще что-то, и вероятнее всего, они эти чекины как-то кластеризовали, чтобы понять, что это один и тот же пои. И эту информацию они как раз, наверное, выделили для того, чтобы обознать, что эта точка на карте там или там расположена. Угу. Еще один вопрос. Это... Насколько релевантны данные Форсквера для России? Ну, просто есть такое мнение, что он вымер в Казани, как минимум, в 13-м году. Форсквер. Ну... Все-таки вероятнее всего, форсквер релевантен в тех местах, где им больше всего нужно пользоваться. То есть, чем больше у тебя пользователей форсквера в городе, тем он релевантнее. Поэтому, если у тебя в городе нет пользователей, то... сорян. Угу. А разница между KeperQL и KeperDB? Ну, пара. Ну, да, разница большая. KeperDB все-таки целый стэк технологий и данные там хранятся не на фронте, а в базе. А в KeperGL они хранятся именно на фронте. То есть, KeperGL именно заточен на визуализацию данных. То есть, чтобы быстро кинуть слой, посмотреть какие-то инсайты, как-то визуализировать их во времени, плюс они еще с тем же самым обоксом с новым custom layer API обещают, что тот слой, который вы навизуализировали в KeperGL, можно будет добавить на карту в виде прям трехмерного какого-то отдельного слоя. То есть, это скорее тул для визуализации, для просмотра данных, чем такой SDK для сбора каких-то прям целых картопроектов. Спасибо. Большое спасибо, Степан. Спасибо.